Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Что ж, продажа на новостях случилась, но ты не поверишь, кто на самом деле продает и почему. Начнем с этого видео, в котором мы говорили о том, что цена биткоина по аналогии с предыдущими циклами обязана стремиться к уровню 0.786 по Fibonacci, как это уже было в 2015 и 2019. Более подробно можешь посмотреть по ссылке, которую я оставлю в прикрепленном комментарии. Идея заключается в том, что при достижении этого уровня начиналась коррекция в двух предыдущих случаях. Например, вот здесь. Мы достигли этого уровня и перешли в коррекцию. Мы достигли этого уровня и перешли в коррекцию. И сейчас мы тоже достигли этого уровня и переходим в коррекцию. Этот уровень находится на отметке около 48678 долларов. Если ты увидел этот видеоролик месяц назад и следил за этими уровнями, то для тебя это не стало сюрпризом. Сегодня биткоин падал до 43171 доллара. Или же на 12% после достижения этого локального пика. Но что интересно, пока он находится выше этой линии поддержки. А значит мы все еще хорошо себя чувствуем. Вот когда мы уйдем ниже нее и зафиксируем ее как сопротивление, тогда можно ожидать продолжения падения. Далее, в телеграме я писал о том, что если объемы торговли с потовыми биткоин ETF окажутся недостаточными, рынок может разочароваться, что приведет к коррекции цены биткоина. Они оказались более чем достаточными, о чем мы говорили в прошлом видео. Но сегодня рынок узнал одну неприятную деталь, которая ему не понравилась. Если мы посмотрим на цифры, то мы заметим вот что. В первый день торговли общий объем составил 4,6 миллиарда долларов. 2,3 миллиарда из них пришлось на грейскейл GBTC. И вот здесь кроется нюанс. В большинстве случаев эти объемы были связаны с продажами и оттоками денег с грейскейл биткоин траста. При этом в случае с GBTC притока новых денег практически не было. А сегодня из GBTC наоборот наблюдается отток в размере минус 95 миллионов долларов. Также рынку не понравилось, что на второй день торговли ETF объемы значительно сократились. Объемы торгов составили 899,6 миллиона долларов без учета GBTC. Против 2,3 миллиарда долларов вчера тоже без учета GBTC. Но теперь самое главное. Люди, недавно пришедшие на рынок, могут сказать, почему биткоин падает. Ведь за последние полтора дня произошло нечто действительно бычье. Историческое событие, которого мы ожидали 10 лет. Частично это просто механика работы этих ETF-ов, связанная с выкупом ETF-а. До сих пор некоторые люди продавали GBTC, которые являлись акциями грейскейл траста, который сейчас преобразован в спотовый ETF. Например, это делала Кэти Вуд, о чем я снимал видео 12 дней назад. Теперь становится понятно, почему грейскейл установил такие большие комиссии на свой ETF на фоне остальных, аж полтора процента. Этим они как будто бы сказали, хорошо, даже если люди уйдут из GBTC, мы все равно не будем возражать. Потому что у нас так много активов под управлением. И если мы назначим высокую комиссию, многие люди не уйдут, и мы заработаем гораздо больше денег, чем если бы мы пошли и сократили бы эти комиссии. Люди также продают потому, что представь себе ситуацию. Ты институциональный инвестор, который купил GBTC со скидкой в 50% где-то вот здесь. Сейчас эта скидка сократилась практически до нуля, а затем тебе дали возможность продать это все. То есть ты купил GBTC дешевле от актуальной цены биткоина на 50%, а потом еще и продал после того, как биткоин за этот год вырос на 160% и даже больше. И мы видим, что из грейскейл биткоин траста кто-то уже перевел 4000 биткоинов за 2 часа. Все это ушло на продажу. Кто-то наслаждается прибылью, кто-то реинвестирует их во что-то другое. В любом случае они продают. Так что мы можем предположить, что люди продали GBTC, а теперь самому грейскейл биткоин трасту приходится продавать эти биткоины для ребалансировки. Биткоин им приходится продавать, так как спотовые биткоины ETF, которые одобрил ОСЕК, работают в денежной, а не натуральной форме. Также Coinbase перевел 400 миллионов долларов на горячие кошельки перед тем, как биткоин упал. Похоже на процесс погашения ETF. Как долго могут продлиться эти продажи грейскейл биткоин траста? GBTC хранил биткоины на сумму более 25 миллиардов долларов, которые были заблокированы в течение многих лет без возможности их продажи. Но как только открылась возможность продажи через спотовый биткоин ETF, люди впервые начали выходить из GBTC. А при выходе биткоин должен быть продан на рынке. 25 миллиардов долларов это серьезная цифра. И даже если будет выкуплено всего 20%, это будет 5 миллиардов продаж на рынке. Проблема в том, что я сомневаюсь, что у поставщиков ETF появится такой большой спрос и так быстро. Именно поэтому на краткосроке и среднесроке мы были готовы к повышенной волатильности на рынке. Но на долгосроке спотовый биткоин ETF это только еще один позитивный плюс для главной криптовалюты. Некоторое время мы могли наблюдать давление со стороны продавцов, но к счастью сам рынок не падает. В основном распродается только биткоин, а не альткоины. Эта сумма от 5 до 25 миллиардов долларов в биткоинах будет размазываться по времени. Продажи GPTC вскоре должны замедлиться, но к концу бычьего рынка они усилятся. А затем GPTC скорее всего прекратит свое существование. Возможно у него останется лишь символическое количество держателей. Так что это кратковременный фактор давления, который пугать не должен. В ближайшее время, например, BlackRock придется купить биткоины на 112 миллионов долларов, что несколько смягчит последствия от продажи GPTC. Вот еще несколько причин падения цены биткоина. Перед одобрением ETF были большие спекуляции о том, что цена биткоина достигнет 55 тысяч долларов сразу же после одобрения. Когда этого не случилось, часть людей просто зафиксировала прибыли, а часть продала из-за разочарования. Биткоин уже вырос с 16 до 49 тысяч долларов и большую часть роста спровоцировали слухи про биткоин ETF. Коррекция после такого естественна. Одобрение ETF могло стать новостным фоном для тех, кто купил биткоины ниже 20 тысяч долларов и наконец дождался хорошего момента для фиксации прибыли. Деньги сейчас переходят из биткоина в эфириум, потому что все ожидают одобрения эфириум ETF. Биткоин уже упал на 12 процентов. Но Dr. Profit, например, ожидает паническую распродажу вплоть до 30-40 процентов от 48 тысяч долларов, а затем начнется золотой бычий рынок. Что ж, если взять годы от 2012 до 2021, то можно заметить, что около 8 января плюс-минус биткоин всегда корректировался. Каждая из таких коррекций доходила до 30-40 процентов. Вот откуда эта цифра. Возвращаясь к Фибоначчи, мы видим, что мы сейчас находимся в такой же ситуации, в которой мы находились вот здесь и вот здесь. После чего биткоин корректировался здесь, здесь и здесь. Позитив заключается в том, что со второй попытки, как ты видишь, мы пробивали этот уровень здесь и пробивали этот уровень вот здесь. После чего начиналась третья фаза бычьего рынка. Заключительная, которая становится буквально параболической вот здесь и вот здесь. То же самое нас ожидает после коррекции вот здесь. Также позитив, который упускают многие. Первый день торгов биткоин-ИТФом стал самым успешным в истории ИТФа. Теперь биткоин доступен всем на Уолл-стрит. Со временем деньги будут в него течь так или иначе. Спотовый биткоин-ИТФ также отбеливает биткоин. В том смысле, что добавляет инвесторам больше доверия, веры и уверенности. Большие инвесторы охотнее будут инвестировать в то, что признает регулятор. Мое личное мнение, биткоин-ИТФ станет более популярным. И мы увидим, как компании выделяют миллиарды в биткоины с течением времени, что легко отправит биткоин даже до 100 и даже 200 тысяч долларов. Поэтому нужно держаться и быть терпеливым. Ведь это не произойдет за один день. Это не произойдет после одобрения. Это не произойдет даже спустя год. Этому процессу нужно время. Золоту, чтобы вырасти в 7 раз после запуска ИТФа, понадобилось 8 лет. Но я думаю, что с биткоином, конечно, это случится быстрее. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok